Здарова! Мы на Дзене уже делали пюре, на ютубе еще нет. Вроде бы. Я путаюсь по видосам, блин. Где что рассказывала, где что показывала. А уже вертикально, горизонтально снимает. Вот так, там, по-другому, блин. Масто я уже кинула сюда кусочек. Это нормальный такой, приличный. Хороший. Задаю вопрос, почему у вас всегда фарш жидкий? Он всегда приклеивается. Любой фарш будет приклеиваться. Ну, куриный всегда. Курица же липкие, всегда прилипнули. Ну, потому что я же туда ничего не добавила. Вы же сами видали. А во-вторых, жидкий, пожиже, когда делаешь, как летает. Только кому-то не нравится из жидкого делать это. Ну, туда-сюда, да. Они нежнее получаются. Они нежные прям получаются. Нежные. Можно просто сделать фарш. Туги. Ну, как, блин, ноги болят. Ну, тугой. Тугой. Туги. Ну, как лету будет, так. Ну, мне не нравится. Ну, твердая, как лето. Ну, хоть там ее масло добавить. Все равно она будет твердая. А когда ты... Опять скажу. Да. Пускай так и будет. Че все время трезво это, говорю, сидеть, да? Кем же мы только и не были. Мы совсем согласны. Самое главное, как лето, и чтобы были жидкие. Сделайте фарш пожиже. Они будут мягкие. Будьте кусать, мягкие будут. Я пюре тоже люблю жиденько. У меня пожиже любят. Кто-то любит вот такое пюре. Растолкал, ничего не добавлял и поел. Нет, я тоже такое не люблю. Густое. Вот прям пожиже, такое, как манная кашка. Мне нравится такое пюре. Ну, манная каша тоже разная бывает. Ну, слегка жидкий кал младенца. Констинстенция. Ничего не понимаете, что ли, блин? У всех вкусы разные. Че, я же не говорю, делайте, по-моему. Я просто лайфхак говорю. Осторожно, не повторяйте, опасно. Ну, все. Я говорю, девочке пожелаю доброго утра, блин. В позитиву. И побольше тебе, говорит, сил. У меня прям распирает. Ой, да, Шулечка, привет тебе еще раз, солнце мое. Ягодка. Ну, всем остальным тоже привет, девочки. Красавица. Мальчики тоже там. Есть некоторые. Здорового. Спасибо, что вы меня глядите, будите. Вот, молодец, ребята. Это, про коклетки мы говорили. И когда чпок на сковору, и даже ложкой можно, как оладушки, разделать, прям так ложкой, не надо в руках их ковырять. Они между пальцев убегут у вас, не пожарете. Ха-ха-ха-ха. Ой, ложкой там, говоришь. Знаете, какие они нежные будут? Оладушки такие прям. Коклетки, как оладушки будут. Ну, там сами разберетесь уже, коклеты до вас или оладушки. Вот, короче говоря. Я уже почти доделала. Сейчас мне надо ехать уже. Я никак уехать не могу. У меня-то вода выкипела. Где-то еще что-нибудь у меня тут происходит. Вот. Блендером я не люблю. Меня тут посоветовала в комментариях. Блендером, Ирина. Сделай пюре-блендером попробуй. Вы думаете, я не пробовала? Ха-ха-ха-ха. Вы реально думаете, я ждала вашего кома? Да. Я серьезно, я не могу. Вы думаете, вы одни на свете попробовали блендером? Я не люблю. Оно получается, как клестер. Или я перед блендером ела больше. Много больно. Реально, оно как паста получилась. Такая, сыр. Не бороться. Не хочу. Вот. Руку руками. У меня так ноги болят. Я не могу. Если не тусали-то или доживали. Лечь не добавлять молоко, вы его попробуйте. Протухло? Ну или нет, оно ночь стояло. О, молоко хорошее. Чуть-чуть протухло. Самый раз. Молочко уже, ой, этот сливочное масло я уже положила. Я уже говорила, да? Повторяться мы не будем. Сегодня я без водички добавляю. Кто это из-под картошки добавляет в рассол, в картошку? Я. Вам этого мало? Я говорю, знаете, смешно. Просто. Вот реально. Просто над комами ржешь, блин. Ну, вы бы хоть оскорбляли, нормально. Кто-то написал тоже. Ну, я сегодня отвечаю на вопросы ваши. Сегодня кто-то написал. Нет, вчера я читала. Не помню, где Яндекс или здесь я читала. Про детей. А, я там рассказывала за детей, да? Видео снимала, рассказывала за детей. Почему я стала отвечать, как бы, да? Ну, там, кукуреконьки, вот эти вот. Куку-ку-ку-ку-ку. Я рассказала там немного. Я же все не рассказала. Мне тутали коменты писать. Я, сколько, Ирина, тебя смотрю, ни разу не видела в адрес детей оскорбления. Кто-то написал ей, ответил. Как это вы не видели, если Ирина это все показывает? Там-то, там-то, там-то. На инсте показывает, оставляет. Я и то не все показываю. Если бы я вам все показала, мои посты все бы просто блокировали. Там ужас, что написано. Понимаете? Там ребенку реально предлагают, что надо сделать с собой. Вот. Она не читает вообще ни комментарии, ни в личку. Она вообще не заходит сейчас. Мама говорит, зачем мне заходить? Смотреть, какие люди злые. Я, говорит, не хочу. Я, говорит, буду снимать, показывать что-то там. Ну, там, как они ведут дети, да? Я, говорит, читать не собираюсь. Я говорю, правильно я делаю, Зая. Вот и все. Кто-то говорил, что там, типа, какая-то девушка написала, и сказала, разница большая высказаться и оскорбить. Высказаться. Это не высказывание. Высказывание. Вы, может быть, просто увидели в комментариях какое-то где-то высказывание. Совет какой-то там в ребенку, да, или еще что-то там. А где реальные. У меня, знаешь, сколько видео на флешке? Где реально даже видео записывают алкаши. Есть такие у нас. Видели мои подписчики? Я выставляла в сторис, где пьяные бабы, взрослые, как я в возрасте, да, в таком, нажравшись на камеру, не вязав лыка, ставили фото и оскорбляли ребенка. Ему тогда было три года. Они его матом крыли. И говорили, как они его ненавидят. Это видели мои подписчики. Это прекрасно. У меня все есть. Они думают, что я все поудаляла. Нет, у меня все на флешках есть. Где у нас швейха вот это творила. Это же банда этих. Вот куриц. Одна и та же. У них главарь есть. Кошатник, который. Она же прицепилась тогда ко мне. И с этого же все началось. У меня не было такого хейта никогда. Это же все от этой крысы началось. Есть такая крыса. Потому что реальная никак человека не назвать. Криса. Реальная крыса. И еще раз повторюсь. Крыса. Которая делает не своими руками. Главарь банды. Она думает, что ее ни хера никогда не будет. Пускай скажет спасибо, что мы ничего пока не делаем. Она делает чужими руками. С группой у них там были. Туда и сюда. Короче, не хочу я об этом даже разговаривать. У нее это не получилось. Опека не получилась. Короче, потом я ей не дала. Оказывается, она лесбиянка. Она мне там хотела шуры-муры. А, извините, пожалуйста. У меня труд детей. А нет мужчины. В принципе-то. Она бы злилась. Она бы злилась. Что я ее стала соблазнять в видео. Когда я записывала видео такие. И закусывала губу. Но человек перевозбудился в этот момент. И влюбился. А тут оказалась фигушка взаимная. И она разозлилась еще больше. Что любым путем. Иринка. И я тебя добьюсь. Ну не тут-то уж было. Иринка не поддающаяся. И вот они до сих пор со мной борются. Пишут в комментах одно и то же. Кем я только у них не была. Они меня засрали на весь интернет. Они думали, что я испугаюсь и убегу. Они на меня петиции составляли. В Яндексе. Туда-сюда. Чтобы блоги мы их закрыли. А их взяли, так знаете, послушались. И пошли и закрыли блоги. Они вообще-то порылые бабы. Реально. Сейчас их взяли и послушались. Чтобы ваши какой-то там кто-то что-то не дал. И она попросила всех подписать. И они подписывали реально вот это вот. Чтобы Иринку выиграли из соцсетей. Сейчас. Где, кого, когда, откуда выкидывали. Из каких соцсетей. Скажите мне, пожалуйста. За какую порнографию. Сама смотрит видео ночные в ТикТоке. Ей вообще жизнь не живется. То у нее сын есть. То у нее сына нет. То у нее мужик есть. То он у нее убежал куда-то. Кошка сдохла. Валерианке я обожралась, перенюхала, померла. Извините, Господи. Не дай Бог, конечно, очень жалко. Кота. Ну, если сама пьешь, зачем коту-то наливаешь? Снимает видосы, как она валерьянкой кота поет. А потом говорит, что он у нее помнил, он старый был. Так у него сердце остановилось, конечно, он старый был. Ну, сколько валерьянки-то надо выжрать было. А потом говорят, кощунство. Иринка злая на кота. Я же ему не наливала. Коту-то. Сами же налили. Мне тоже жалко кота. Хороший был кот. А я-то здесь при чем, если кот пережрал? О чем я там разговаривала? И сего-то орочи. Как говорят, говори. Я забыла. Мысль уже ушла. Годы уже не те. И говорю, воюйте дальше. Вы уже навоевали. Тетя Света ко мне каждый месяц приходит с Баулой. Кого еще пошлете? Санэпидемистанция была, пожарная была. Милиция была, опека была, еще кто был. Все были. Все были. Кто есть, они все были. Двенадцать человек. Все. Налоговая еще была. Они все боятся, что я бабло гребу, налоги не плачу. Обломались. Вот. Облом произошел. И здесь-то у них все лоханулось. Сейчас не знает, за что цепануться. А, она смотрит прямые эфиры. Вечером нет, когда она скучает по кому-нибудь. Она листает, в ТикТоке ей попадаются прямые эфиры. Мне что-то они не попадаются ни разу. Потому что, когда вы смотрите в ТикТоке больше с каких-то там секунд видос, ожрачки, допустим, да, подобные видео вам будут попадаться в ленте. Если вы смотрите, вот у меня мой листает ли ТикТок, у него нет ни одной жрущей. Нету. Потому что, если они у него попадаются, он не смотрит, он прям пролистывает. И они в ленте ему не попадаются. У него вот то, что он любит смотреть, машины там, что-то там по строительству, у него вся лента. Он просто листает, листает, только вот это вот. Вы просто сами ищите то, что вам нравится. Вы смотрите вот это вот, порнуху вот долбанную. Все, ты зависла на ней. Тебе и будут эти в рекомендацию кидаться. Она записывает это с экрана, выставляет к себе на аккаунт и возмущается. Люди, посмотрите, как не включу ТикТок. Она там жопой крутит. Какая манера. Тра-та-та языком. А тебе какое дело до чужих баб? Живи своей жизнью. Ну, она молодая. Ну, у нее чесотка ее по красоте. Ну, с кем не бывает, а? Ну, у тебя, что ли, не чешется? Завидуешь. Ну, пускай она ей чешет. Это она чешет. Хоть ей, хоть ей. Хоть снизу, хоть сверху. Ну, зачем ты прикапываешься до каждого? Девчонка попалась ей опять. Она опять записала видео и выставила к себе в этот... Опять обсуждает на своем аккаунте. Да как это можно, да давайте быстро опеку. Люди, люди, у-у-у-у. Мне больше всех надо. Отзовись. Надо узнать, где она живет. Ей пишут в комментариях. Мы ее узнали. Мы напишем. Честь вам отдаем. Наша повелительница. Девочка ввела прямой эфир. Ну, выпила там уже что-то там. Пиво охренила. Но на него мать была. Ну, выпил человек. А что, у кого дети есть, то ну выпить нельзя, что ли? На этом свет закончился, что ли? Или что? Или она там бордель устроила, ребенка бросила, или что? Мы все живем небогато. Живет она бедненько. И что? Ей выпить нельзя? Вы увидели мать с ребенком, которая маленько под градусом. А вы в душу к ней залезли, зачем она это сделала? У нее, может, праздник какой-то. Может, она с праздника пришла. С какого-то дня рождения пришли. Это каждого записывать видео или не записывать? Опять же. Это ее право. Показать себя такое или нет? Она ничего плохого не сделала. Нет, надо же проверку ее поразит-то делать. А, по-моему, продолжение этой истории, по-моему, тогда было. Если я не ошибаюсь, у нее забрали все-таки детей. Вот у этой девушки. И благодаря вот этой вот твари. Зачем делать людям говно? Я не понимаю. Если я не путаю, по-моему, забрали. У нее, у нее не помню. Вот так вот. А ты возьми, да помоги, раз ты такая героиня, да? Че ты ходишь, это, чешешь везде языком? И с этими чужими руками все делаешь? Взываешь, народ сговариваешь. Против всех. Это так их сговор называется. Она че тебе сделала? Она тебе через экран плюнула в морду или че? Я тогда за эту девочку рассказывала. Мне скинули, мне реально жалко просто человека стало. Просто жалко ее. Ну, сидит человек податый и че? Мы все взрослые уже. Вы почему цепляетесь? У кого есть дети, им нельзя не это, им, блядь, нельзя не то. У них че, жизнь закончилась, что ли? Или че, не могу понять. Свою не можешь устроить, ты в чужой. Ты зачем ковыряетесь? Еще больше стрелете. Вот ты сделала вот это говно. Ты думаешь, ты че, хорошее дело сделала? Ты детей от чего-то спасла, что ли? А не задумывалась в другую сторону повернуть это все? А если бы наоборот ничего бы не случилось? А у ребенка психика могла бы как-то это, да? С разлуком. Все дети разные тоже. Все родители разные. Одна погорюет и может хрен забить, что детей забрали. А вторая пойдет и что-нибудь сделает с собой, не дай бог. Я не понимаю таких и понимать никогда не буду. Если вам до такой степени жалко, блин, людей, которым нужна реально помощь, да ты сделай доброе дело. Помоги деньгами, вещами, собери вещи, баулы какие-то. Привези, понаблюдай над этой семьей. Все ли там как пойдет. А уже потом можно бить тревогу. Вы в душу человеку не залазите, вы еще больше старайтесь насрать в нее. Как, знаете, свой колодец уже переполнен, вы чужой хотите насрать своим говном вот этим говнячим. Во мне, чтобы руку какую-то протянуть помощь, и вы наоборот топите. Вот почему нас и говорят. У нас, вот, девчонки, вот у меня сколько есть знакомых там, за границей, да? Они говорят, нас не сравнить народ. Я не хочу, говорит, обидеть русских, но мы, говорит, разные люди. Русский народ, это злые, особенно женщины. Они загрызут друг друга. А у нас нет. И я в этом убедилась, сколько я дружу с девчонками. Я ни разу еще не подумала, что они вот такие какие-то корыстные еще какие-то. Нет. Просто надо смотреть правде в глаза. Я не хочу не оскорбить ни одну женщину российскую. Просто реально так есть. Большинство процентов из женщин в России, они перегрызут друг друга. Просто не из-за чего. Просто из-за тупости какой-то, какой-то зависти. Но они в этом никогда не признаются. Они любят сравнивать. А у тебя так, а у меня вот так. Вот у тебя так, а я так вот. И никогда не признаются. Вот это хреново. Будьте сами, самими, самя. Поняли? Вот как надо быть. И люди к вам потянутся. Не надо себя строить выше, чем вы есть. И перепрыгиваете вы себя. Не перепрыгните. Вы хотите другого утопить. Представьте себя лучшим. Какие мы хорошие. Все плохие в интернете сидят. А я писую, писульками своими. Я самая золотая. Ну, может, я свою не покажу. Мы все не идеальные. Но почему-то я свой не идеал показываю и не стесняюсь этого. А ты боишься показать себя ниже пояса. Так ведь так. Ты же вот снимаешь. Вот так вот. Ты что пляшешь, что что-то. Ты всегда вот так вот. Ты же встать боишься. Либо рожу закрываешь. Маску надеваешь какую-то. Кошачью, собачью. Зачем прячься? Если ты к народу обращаешься, ты с народом разговариваешь. Покажися. Вот какая ты есть. И не боись этого. Я почему-то так и делаю. Если я разговариваю, люди меня видят, меня знают. Просто нет, они не так понимают то, что я хочу сказать. Они выворачивают это в свою сторону и все. Как им выгоднее. Они же не слышат, что им говорят. А потом пишут в личку. Покажите нам, пожалуйста, рентур. Покажите нам котят. А когда вам это показывают, вы комментарии читаете вообще? Мне-то плевать на эти комментарии. Вы комментарии читаете? Где вам показывают одно, а вы пишите совсем другое. По другой теме совсем. Вы даже не видите, что вам показывают. Вы начинаете мне или какому-то другому поводу советы раздавать, как надо лучше сделать. Вот даже до фарша докопались. Почему он такой, говорит, жидкий? Мне так нравится. Я же там сказала, я не ищу легких путей. Вы всегда свое почему-то. А показывайте свое. На херена вы нам так показываете? Вы знаете, блин, свои вот эти вот навязки-то делаете? Как учить всех, как это? А где вы раньше были? Как я жила без вас столько лет, блин, прожила? Чего вы мне не научили, как ложиться надо правильно? Как раздвигать правильно? А? Вы же все умные тут сидите у нас за ту сторону-то. Все, все знаете. Кто с кем, сколько раз. Я говорю, каждый ваш комментарий расценивается вашей вот этой неудовлетворенностью. Просто. Вашими фантазиями. Любой, я рассматриваю, комментарий, это вот оно так и есть. Все, что вы хотите в себе воплотить, не воплотите никак. Вы это навязываете другому человеку. Вот. Либо у самих, что было, вы это пишите в комментариях. Потому что высказаться хотите, а некому. У вас нет друзей, у вас только комментаторы. И вы там и между собой тралевать и делаете. Это мое мнение. Вот. Ваших мнений мне достаточно было почитать. Послушали меня. Спасибо. Счастья всем, здоровья курицы. Курятник мой. Девочки мои хорошие, подписчицы и мальчишки тоже вам приветики от Деньги. Я высказалась немножко. Вот. Надеюсь, хоть одному если там дойдет, напишите мне, пожалуйста, в личку в Инстаграм. Если до вас дошло то, что я сказала. Хотя бы одному если человеку дошло, из хейтера, я буду очень рада ответить вам. Ладно. Счастья, здоровья и любви. Не скучайте по мне. Я пюрешку сделала, сейчас плиту помою, пол потеру и погнала. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...